Министерство безуспешной обороны Армении продолжает претворять в жизнь проекты по реструктуризации, модернизации и тотальному оболваниванию собственного населения. На этот раз отличилось казочное ведомство бессменного руководителя военного агитропа Арцруна Аванесяна, которое даже в отсутствии своего главного идейного вдохновителя продолжает будоражить умы армянского сообщества. В одном из своих недавних визуальных пресс-релизов, посвященных имитационным учениям недобитых капитулянтов, оно не нашло ничего умнее, как наложить в фоторедакторе на головы своего личного состава в кавычках новые каски. Причем все было выполнено в таком примитивном и ужасном виде, что привыкшие радоваться каждому визуалу от вооруженных сил Армении, подписчики армянских соцсетей стали массово троллить ведомство генерал-майора Аршака Карапетяна. Правда, старающиеся пощечинами придать румянца небритой физиономии, Министерство обороны страны кочующих унитазов сделало вид, что не вовсе заметило медийный провал и даже не удосужилось удалить изображение со своей официальной страницы. При детальном рассмотрении фотографий не совсем непонятно, что именно пытались скрыть армянские военные чиновники от своей общественности. То есть виртуальные шлемы с матерчатым чехлом, не соответствующие ракурсу и даже соотношению в величине, наложены поверх имеющихся допотопных металлических или моделей, не подходящих по стандарту или цвету. Вспоминая пеструю свалку касок уничтоженных армянских оккупантов, опубликованную агентством Францпресс в ноябре 2020 года, можно предположить все что угодно. Как бы там ни было, успех Карапетяновского министерства обороны Армении налицо. Капитулировавший сброд, с пеной урта грозившийся применить в кавычках ответные меры в отношении страны-победителя, уже начал без тени сомнения рисовать экипировку для своих оборванцев в униформе вооруженных сил Армении. И, видимо, на очереди несуществующая в ангарах военная техника и даже воскреснувший личный состав, который путем графического клонирования придаст уверенности и поднимет пресловутый боевой дух армянского солдата до высот, не виданных доселе. А если, по сути, хотелось бы посоветовать генерал-майору Аршаку Карапетяну, с позором разжалованному с позиции начальника управления разведки вооруженных сил Армении, после тотального апрельского позора 2016 года, имитировать свою деятельность более сдержанно. В парке военных трофеев в Баку предусмотрено место и для второй, более обширной инсталляции с кастами. На случай опрометчивых шагов армянских реваншистов-неудачников, безвременная утилизация которых, как и жертв оккупационного контингента вооруженных сил Армении в 2016 году, будет целиком и полностью на вашей совести.